Добрый вечер, дорогие друзья. Последний уходящий выпуск перед Новым Годом. Мы его будем проводить традиционно с Александром Александровичем Бутмановым, нашим любимым гостем, как раз ровно год назад, Саш, мы с тобой в этой же стране. Традицию завели. Да, ну и будем дальше продолжать, традиция хорошая. Дорогие друзья, по мотивам ваших писем и звонков мы сегодня попытаемся сделать интересную передачу с прямым включением гостей, которые были у нас в течение этого года, чтобы узнать на самом деле, что было хорошо, что плохо. Мы сначала с Александром Александровичем побеседуем первые 10 минут, а потом будем звонить нашим гостям, которые нам расскажут, кто чего добился. Кто-то заработал, кто-то потерял, как много заработали и как много потеряли. Мне на самом деле самому интересно, скажут ли они правду, во-первых, потому что мы за эфиром обсуждали. Я считаю, что этот год, особенно квартал, был очень любопытным и тяжелым, я не буду это скрывать, особенно для алгоритмов и системщиков. И тот, кто скажет, что у него восхитительно прошли дела, он либо супермен, либо лукавит. Либо торгует один контракт. Может быть и так. Да, потому что, знаешь, я недавно на смарт-лабе открыл, посмотрел, там некоторые люди отписываются, да, ты знаешь, я себя как нищеброд почувствовал. Ну, по-моему, серьезно, там у людей там 38% за неделю, там 56% за неделю, я думаю, вообще, может реально все деньги собрать, которые у меня есть, и твои тоже, да. И отдать им. Кстати, и отдать им, пускай половину хотя бы себе забирает, серьезно, и я пойду. И 60 на 40 не жалко. Ты знаешь, даже 80 на 20. Я посчитал, что 10% в неделю, это вообще великолепно. Как ты вообще к этому относишься? Я думаю, что на каком-то коротком промежутке времени, в двух-трех сделках это можно сделать, но на дистанции, либо действительно одним-двумя контрактами. То есть я иногда сажусь там с своими парнями и говорю, ну, руками, смотрите, я возьму микролимит и руками я вот сделаю очень хорошо сейчас все. И это на объем, там, на эти 100, 200, там, 300 тысяч рублей, это будет выглядеть на этом текущем жидком рынке. Великолепно. Великолепно, но на объем всего портфеля это совершенно не сказывается. А если ты начинаешь больше работать с теми же методиками, то ты выглядишь как слон в конфетной лавке. То есть ты начинаешь влиять на рынок, и те, кто на него не влияют, конечно, могут показывать такие доходности. Им респект, уважуха, они, наверное, большие молодцы. Да, да, я давно таких не видел. Ну, я тоже не видел. Этот год я просто посмотрел, я общался с огромным количеством, знаешь, у нас там знакомых с тобой множество. Были, например, люди, кто там угадал, где-то там один-два квартала, но общая масса, общая масса, на самом деле год как бы тяжеловатый был. Не, ну, что угадали? Я ни в коем случае вас не пиарю, не потому что мы с вами в хороших, прекрасных отношениях. Вот по доллару я был много раз неправ. Вы все уровни, вы в этом году все угадывали четко. Это факт. Даже выход был, да. Это четкий факт, да. Но так угадать, это макро-трейд. Так нельзя делать там 10 лет подряд. Да, на протяжении длинного промежутка так и нельзя. Ну, то есть, на самом деле получается, что как бы год неплохой, но последний квартал тяжелый. Да, последний квартал был очень непопытный. Просто сейчас, например, динамика, я могу сказать, за алгофонды, алгокоманды и, в принципе, те, кто проб, старается работать, либо на крупные private equity какие-то, тоже private equity, family fund, да, хедж-фанды, вот такие русские, которые сейчас появляются, слава богу, и пытаются подняться. Я могу сказать так, что сейчас идет тенденция на обрезание костов очень сильная. Сейчас вот биржа после своего слияния, на самом деле там большую часть своих комиссий, РТС, генерировали алгоритмы, очень большую. И дата-центры обслуживались. Вот на бирже РТС там несколько дата-центров. Один уже практически опустел. Не потому, что биржа там что-то не так сделала. Потому что алгоритмические трейдеры уходят. Да, потому что трейдеры уходят, они сокращают свои издержки, а нести там издержки там 300, а то и миллион рублей в месяц может совершенно не каждая команда. Ну, это огромные расходы. Это большие расходы по русским меркам. Надо иметь, даже не по русским, да, надо иметь достаточно приличный фонд, чтобы содержать полмиллиона долларов в год. Чтобы полмиллиона долларов в год с клиента заработать, это надо, получается, давай с тобой посчитаем. 20 миллионов долларов, заработать 20%. 20 миллионов долларов, 20% 4 миллиона, все. Где-то 15 миллионов долларов надо иметь под менеджментом и заработать 20% годовых. Это только, чтобы отбить кост. Это только, чтобы отбить кост, плюс еще есть там, ну, стандарты. Я не собираюсь здесь проградировать малый бизнес в трейдинге, просто говорю, что тенденция к сокращению костов в этом году. Забедно. Мы с ребятами вот сидим и гадаем, вот я хочу посмотреть в лицо тому, кто в этом году много заработал на хороший объем. Мне действительно, клянусь, интересно посмотреть в глаза. Может быть, это были маркетмейкеры, может быть, те, кто продавали волатильность. То есть эти стратегии хорошо себя показывали, и в структуре наших стратегий чуть-чуть этого есть. Но в общем масштабе это не компенсирует. Обычно крупные фонды имеют мультистратегии, поэтому вряд ли так, чтобы есть уникальные люди, которые именно строят стратегию именно на этой стратегии, которая отработала лучше всего. Да, вот даже у вас в гостях было много и опционщиков, и разных трейдеров. В этом году покупать волатильность было очень неприбыльно, скажем, мягко говоря. Ну, вот Калинкович был, да, результаты были ноль. И это хорошее. Да. Это хорошее результат. Я сказал, что началось с побития, и немножко как бы залезал раны. Ну, поэтому, я говорю, косты снижаются, вот отключают безлимитки, отключают там протоколы, шлюзы, пытаются как-то косты резать. Там некоторые брокера вообще дают там, уже знаете, как, помните, в самый кризис, купи, открой счет и получи две акции «Газпрома» в подарок. Так, а сейчас некоторые акции все равно продолжают, что можно сказать, что кризис. Ну, да, в принципе. Некоторые фирмы, да, некоторые фирмы дают там пять акций того. И брокера второго эшелона тоже сейчас делают. Подключайтесь к нам, два месяца мы биржи платим за вас. То есть вот до такого доходит. Я ни в коем случае не говорю, что ай-ай-ай, трейдинг плохо, просто объемы ушли. А любых активных игроков, конечно, кормят объемы. Вчера на самом деле уникальный день был, а сегодня еще более уникальный. Ну, в пределах тысячи пунктов вообще рынок просто... Ну, например, голый факт. Вот я выходил, сегодня компания «Русал» РДР наторговалась, вот пока я уходил, там, на 65 миллионов рублей. Компания «Русал» 65 миллионов рублей там. А компания «Сургутнефтегаз» там 200 миллионов рублей. То есть сдвинуть «Сургут» может сегодня много кто. Более-менее, да, приличный даже физик. Да, да, с плечом-то и подавно. Вот, поэтому очень любопытный этот год. Ну, а первые три квартала? Первые три квартала были лучше, потому что были движения. Это я говорю за себя и за тех, кого я знаю лично, с кем я работаю. Первые три квартала какие-то движения происходили. И, конечно, на нефти многое... Последний квартал третий. А многих и опционщиков, и алгоритмистов подкормила «Роснефть». В частности, ее эта история, вот по конкретике, чтобы радиослушатели тоже... Те, кто в курсе, а не так в курсе, а свежимым, были в теме. А вот «Роснефть», ее аномальное движение против рынка, она многих подкормила. Там и опционные кривые смещались, и роботы многие заработали. Но некоторых и порвало, те, кто ставили на невыход из диапазона. И такие есть, как бы. Ну, вот из твоих знакомых ты, в принципе, в среде много кого знаешь. Как общий результат за год. Потому что ребят, которых, например, я знаю, да, я видел, я по фондам смотрю. Ну, считанные люди, кто на самом деле так, более-менее показал хороший результат. Там выше 20%. Меня тоже вот в одном из форумов там спросили, как вы год закрываете, ребят. Я говорю, знаете, я врать не буду. Те, кто смог сделать 50 годовых на большой объем в этом году, они просто боги. Просто боги. 50. Ну, те, кто вообще 50% делают, это вообще боги. Вот. Всем, я говорю, алго-трейдерам, у них плюс, как, в принципе, и у нас по направлениям было бы, если бы не было костов. По всем вот чисто конкретным алгоритмическим направлениям, которые не включают опционные вмешательства, там, спреды, макротрейды. Если бы не было костов биржевых и брокерских, это был бы жесткий плюс, как и всегда. Но мы имеем дело не в идеальной экономике, где в идеальной экономике нет издержек, в идеальной экономике нет трения. То есть нет проскальзывания в стакане, и нет комиссии и за структуру, и нет комиссии за сделки, и за тарифы. Но ты правильно сказал, мы не в идеальной экономике. Да, и поэтому алго-трейдерам в этом году было очень тяжело. Очень тяжело, и они все по костам в минусе. Те, кто торговал и продавал волатильность, как там, вот у вас тоже был гость Дмитрий Кулешов, он продавал волатильность периодически, он большой и хороший специалист, не хуже, чем Калинкович, по моему мнению. Вот, ему кое-что там удавалось, насколько я знаю, мы иногда общаемся. А там, те, кто покупал волатильность в опционах, было тяжело. А те, кто сделал макробет, вот у нас, например, в команде есть товарищ, он занимается макроанализом, он, в принципе, с моими коллегами предвидел движение Роснефти. Мы немного, немного в самом начале в нем поучаствовали, но там был очень короткий стоп, и при малейшем движении мы взяли свои там 7% и ушли оттуда. Но там на сайт в портфеле это не сыграло ничего, потому что больше, чем риск на 1% мы выделить туда не могли. Ну, у нас после этого будет во второй 10-минутке у нас... Кто-то купил Роснефт на лонях? Тимофей Мартынов, он расскажет на самом деле. Он купил ее, что ли? Я не знаю, или он купил, но я знаю, что он уходит с РБК для того, чтобы выйти в трейдинг. Просто так в плохой год, я думаю, не уходит, поэтому я думаю, что Тимофей сможет нам все-таки похвастаться своим годом. Ну, я ему как бы 3 года назад сказал, что он к этому придет, это факт, но меня тенденции пугают. То есть, с одной стороны, я рад, что многие там через ТС-лапы, через что-то пытаются прийти в алготрейдинг, потому что я рассматриваю это как большее движение туда и просто в трейдинг, конечно, фанд менеджеры. Но, с другой стороны, вот эта вот популяризация, она настораживает. Я вот не знаю, как к этому относиться. Ну, ты сам знаешь, как я вообще боюсь этих... Я сам делаю первые шаги там где-то, ты мне помогаешь. Я сам боюсь этих слов технических, алга и все остальное, математические книги. Да ничего вы не боитесь, не надо. Боюсь, боюсь, боюсь. Не, ну, насколько я знаю, что Тимофей планирует... Мы сейчас узнаем у него по телефону. Насколько я знаю, что Тимофей планирует как бы торговать руками. Да, то есть он планировал вообще там фонд сделать и все остальное. Вот сейчас, дорогие друзья, у нас в гостях Александр Александрович Бутманов, управляющий партнер компании Dream Team Invest. И это последняя передача уходящего года. Мы будем сейчас обзванивать людей, которые участвовали у нас на передаче. И они нам все-таки, я думаю, смогут раскрыть глаза на правдивое показание в этом году. А сейчас у нас короткий перерыв. Еще раз, дорогие друзья, добрый вечер. Переуходящая программа 2012 года. И по старой доброй традиции у нас в гостях опять Александр Александрович Бутманов, управляющий партнер Dream Team Investments. Мы попробуем в этой передаче все-таки рассказать, как поохотились охотники, которые были у нас в передаче. Кого съели или кто-то кого-то съел? Кстати, говоря об охотниках, вот удивительно. А ведь действительно, вот эти вещи из ТНК, из БП, из Роснефтью, МНА-то во всем мире идут. Что вот опять же удивительно. Я, Александр Михайлович, не знаю, как к этому относиться. С одной стороны, ликвидности много. С другой стороны, МНА идут. А с другой стороны, объемы ушли. Мерджи на Квозыщинс на самом деле идут не в очень хороших ситуациях. То есть, когда именно крупные покупают маленьких, потом... Те же биржи сливаются. Те же биржи сливаются сейчас. Ну, сейчас АЭС купил, да, 8 миллиардов. Я, честно сказать, мне завалили, например, вопросами, что будет. Я не знаю, что будет. Ну, я не знаю, насколько это скажется. В прошлый раз, в принципе, АЭС такая биржа, они там продвинутые, молодежь. И я не знаю, что будет. И случится в том, что они купили как бы старичков, да, биржу, которая там больше 120 лет. Кстати, надо отдать должное в этом году и Сбербанк, команда, которая провела на рисконе, на квантифизинг следующем, она продала свои акции. Очень здорово. Были герои в этом году. Вот команда Сбербанка, кто смог продать эти акции портфельщикам и крупным игрокам, реально молодцы. Вот. И те команды РТС, которые в прошлом году сделку сделали, тоже молодцы. Они прям... Я не вижу, по-моему, ВБ. Да, да. Они просто тоже большие молодцы. Они продали... То есть есть вот такие крупные трейды, да? Тогда вопрос к тебе. Как ты думаешь, вот основная проблема, там, последний квартал, это очень сильно затухание объемов? Более чем в пять раз. Как ты думаешь, почему? Более чем в пять раз. Мне так кажется, что, во-первых, я должен об этом баяне сказать, что нерезиденты на нас не смотрят. Вот те же отчеты PFR показывают, что входят, в принципе, в глобальные развивающиеся рынки. Но в отдельно русские рынки не входят. Раз. И два. Русский рынок не популяризирован. То есть у нас, на самом деле, занимается трейдингом, по моим подсчетам, активным, по моим личным прикидкам, не более двухсот тысяч человек. Ну, это даже как бы завышенная цифра. У нас активных счетов меньше ста тысяч. Ну, там, возможно, Сбербанк сейчас многие счета сделал активными. Ну, да. Вот в кавычках. Только у Сбербанка, когда они вышли на рынок, было более двухсот тысяч счетов. Да. Ну, конечно, они могли сделать счета инвестиционными. Да, да. Небольшая проблема. Не сложно галочки проставить. Вот поэтому рынок, сам по себе, рынок физических лиц, он слабый. Рынок иностранцев на нас не смотрит сейчас там. Кто-то говорит, политические причины. Я вам честно скажу, я в прошлом году ждал, что после выбранной истории к нам политический дискон будет снижен. Единственное, что сейчас с ОФЗ, все знают историю с ОФЗ, что все купили русский ОФЗ, совершили кэрри трейд. Но это мы с вами много раз обсуждали, что это несложно взять в ЕЦБ под один процент, захеджировать доллар-рубль на споте, либо на фьючерсе и получить свои шесть годовых. Ну, супер. Супер. Сто процентов супер. А дать один, чтобы получить еще другие пятен. Да, да. На самом деле. Поэтому, я думаю, что это связано со слабостью рынка и с отсутствием на нем иностранцев. До Тимофея Мартынова мы не дозвонились, но у нас Виктор Аганезов под ником Гугенот у нас был такой персонаж, доктор и трейдер-любитель. Ну, господин Гугенот, бар Вонцис. Приветствую, Александр Михайлович. Здравствуй, дорогой. У нас еще вот Александр Александрович в студии тоже есть. Приветствую, Виктор. Ну. Алло. Да, 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 доктор. Свет нормально работает? Мы вас отлично слышим, великолепно, как обычно. Виктор, ну как на самом деле ваш год, 2012? Ну, так, как говорится, если по чесноку, как вот с друзьями в компании за бутылкой пива, закрыть глаза и просто вот как на духу рассказать. Потому что на самом деле передача у нас честная, ты знаешь, ты уже был у нас на передаче. Был, был. Точно. Расскажи, как есть на самом деле, 2012? Что могу сказать? Год обычный, так сказать. Ну, по большому счету, так сказать, несколько менее приятный, потому что пришлось проложить больше усилий, чтобы выйти на запланированный результат. Вот. Год, скажем так, так сказать, знаменательный для меня тем, что под конец года пришлось, так сказать, перейти на новый для себя инструмент. На какой? Когда шаг, так сказать, изменился, так сказать, с пяти пунктов, так сказать, до десяти. Вот. Ну, как-то не понравилось мне, как стал ри торговаться. Непривычно, напряженно, так сказать, туго. Вот. Посему перешел на доллар-рубль, то есть на си. Не, ну, доллар-рубль вообще издавна великолепный инструмент технически на самом деле. То есть... Ну, скажем так, до этого меня вполне устраивал ри, а вот теперь пришлось перейти. То есть я понял, если я сделаю вывод, если я что-то не так сделаю, ты меня подправь. Результат, по сути, год точно такой, как были в предыдущих годах. Единственное, что пришлось чуть-чуть больше попотеть. Ну, скажем так, так сказать, да, примерная доходность, но опять-таки все это пересчитываю, учитывая, что я регулярно вывожу, так сказать, профит, вот. Ну, где-то в районе, так сказать, 107-10% годовых. Вот. Но попотеть пришлось побольше, потому что, в общем-то, пришлось, так сказать, осваивать, ну, почти новый для себя инструмент. Ну, в конце года, естественно. Вот можно у Виктора поинтересоваться? Я не требую какого-то раскрытия, Виктор, это Александр Бутманов, если позволите. Вот. А очень хороший процент, честно говоря, белой завистью завидую вам на общий фонд такую доходность показать. Да ему сейчас полстраны черной завистью завидуют, а ты говоришь белой. Ну, насколько вы чувствуете себя большим игроком на оси? Потому что на портфель там 10 миллионов долларов такую доходность показать было бы непросто. Нет, разумеется, я же любитель. Я любитель, так сказать, скажем так, средний размер депозита, так сказать, который, ну, не сайза, разумеется, да, депозита. Вот. Но это, так сказать, диапазон 300-500 тысяч, не более. Ну, с плечом, то есть там 200 тысяч долларов вы работаете там, условно говоря, если нужно. Ну, скажем так, так сказать, плечами-то я особо как бы не увлекаюсь, да. Вот. Ну, где-то, наверное, так сказать, четвертым с пятым работаю. Вот так вот. Понятно. Ну, депозит 500 тысяч рублей, заработок в месяц от 50 до 70 до 80 тысяч рублей. Ну, очень неплохо. Ну, примерно так, да. То есть, еще раз подчеркиваю, для меня это хобби. Не, Виктор, я же знаю, а ты как успехи на медицинских поприщах? Ну, так сказать, слава богу, стабильно. На другие... Болеют, да? Болеют, да? Болеют, так сказать, скажем так, говорят, переходить не пришлось. Болеют, болеют. Хирургические, да? Да, болеют, болеют люди. Слава богу, да? Это когда, знаешь... Не, ну, как, так сказать, не только болеют, но и профилактируются, чтобы не болеть, да. Ну, сейчас, да, сейчас народ на самом деле... ...правда? Народ на самом деле поумнел, гораздо лучше стал. То есть, если раньше к докторам ходили только когда уже совсем прижимало, то сейчас на самом деле в России люди действительно ходят. Профилактика, УЗИ и все остальное. Виктор, перед тем, как... Ну, и главная душевная беседа с доктором, Саша. Главная душевная беседа с доктором. Я даже с тобой не поспорю. Во-первых, мы обязательно тебя пригласим в новом 2013 году. Обязательно ты расскажешь что-то новенькое нам. Ты подготовься, да? И я хочу с точки зрения... Все равно выслушать тебя с точки зрения доктора, там, вот, что такое трейдинг, болезнь, зависть, зависимость, или все-таки что это такое? Ну, для... Как это находит для себя в трейдинге, так сказать, то, в чем он нуждается, по большому счету, да? А для тебя... Мазохист находит убытки. Для тебя... Афтимист находит прибыль, короче. Это хорошее, кстати, выражение. Мазохист находит убытки. То есть, всем мазохистам страны надо идти на рынок ценных бумаг. А значит, можно в казино, так сказать, да, если недалеко ехать. Можно, соответственно, в букмекерские клубы, сейчас по Москве их, так сказать, масса, да, в букмекерские точки. Можно на рынок, не вопрос? Лучше пускай на финам открывают инвестиционные счета и работают, покупают. Да. Роснефть сейчас очень дорого, хорошо. В самый раз. Ну, по большому счету, что мне хотелось, Саша, еще сказать, конечно, так сказать, рынок потихонечку, по крайней мере, так сказать, в РИ, рынок потихонечку умирает. Вот я хотел тебя спросить, например, если взять, вот разбить год, да, вот как Александр Александрович рассказал, если взять год, например, именно 2012, да, я так понял одну вещь, что тоже последний квартал для тебя тоже не сахар. Ну, не сахар в плане трудозатрат, так сказать, вот. Нет, мы имеем в виду именно не сахар в плане заработков. Или ровно, как в прошлом году. Если взять последний квартал уходящего года и последний квартал 2011, насколько, в принципе, дифференцированы цифры. А цифры чего дифференцированы? Доход. Ну, скажем так, в нынешнем году, так сказать, сравнивать квартал к кварталу, в нынешнем году, ну, процентов на 20-25, так сказать, доход квартальный, так сказать, ниже, чем в прошлом. Ниже. Ну, это, в принципе, еще неплохая цифра. 25, это как бы не так плохо. Он, Александр Александрович, рассказал о некоторых на 50-70 процентов, а то и с плюсом в минус. Ну, скажем так, так сказать, я достаточно жестко к себе отношусь, в том смысле, что, так сказать, как бы... Тогда у меня встречный вопрос. Ты курить бросил? В моменте я порежу, так сказать, несу и чучусь. Вот как-то так. Ты курить бросил? Тогда встречный вопрос. Мы с тобой эту тему обсуждали. Алло-алло, не слышу, алло. А я-то не знаю, что ты сейчас скажешь, алло-алло. Я говорю, слушай меня внимательно. Ты курить бросил? А, курить нет, нет. Ну, я, так сказать, параллельно, так сказать, юзаю еще электронные сигареты, так и курю, и пью, и так далее. А ну расскажи мне, как можно пользоваться обыкновенность сигареты и электронные? Мне просто интересно, тебе что, не хватает никотина, тогда ты электронная курь? Нет, ну почему, так сказать, чередовать, снижать количество обыкновенных, и, так сказать, как бы заменять неким суррогатом в виде электронных? Почему же все-таки все доктора курят? Вот это на самом деле для меня дилемма всегда была. Это те люди, которые знают о здоровье практически всего, и вот реально вот любого доктора встретишь с операционной сразу в курилку. Я могу довольно четко сформулировать. Вот я с удовольствием. Потому что доктора это те люди, которые лучше всего понимают, что жизнь – это ситуация с отрицательным мат-ожиданием. Виктор, ну, ты знаешь, у меня сказать нечего, Александр Александрович, но я вообще-то сейчас посмотрел только что. То есть, как ни крути, все равно отрицательное мат-ожидание. Ну, а что поделаешь? Ничего страшного. Ну, в выходящей передаче этого года я хотел бы тебе, во-первых, первое, огромное спасибо, что ты появился в жизни «Финамрадио», от того, что ты был один из первых, кто пришел к нам на передачу. Тебя очень народ любит, и мы тебя тоже любим. Мы хотим тебе пожелать в первую очередь здоровья в 2013 году, и чтобы твои квартальные доходы только росли, а вместе с ними росло благосостояние, и больше электронных сигарет в твоей жизни. Спасибо огромное, так сказать. Я именно желаю, так сказать, процветания и всего, так сказать, наилучшего, ну, во-первых, так сказать, в моем программе, вот. Во-вторых, так сказать, Саша, тебе, твоей семье, благополучие, здоровье, достатка и оптимизма. А Александр Александровичу тоже нам это пожелаю. Спасибо большое. Спасибо. Да, 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 неферненно. Обоим Сашим, да. Поэтому, на самом деле, тебе тоже творческих успехов, лечи побольше людей. Я думаю, это гораздо важнее, чем, в принципе, забирать деньги на рынке. Ты сначала их как бы отдаешь, потом, как ты любишь говорить, как бы отбираешь назад. Поэтому, что я тебе могу пожелать? В первую очередь, наш любимый Гугенот, тебе богатырского здоровья и кавказского долголетия. Спасибо, спасибо. Да, всего доброго. Кстати, если позвольте, вот я вспомнил, что, говоря в объемах, вот даже многие известные персонажи, там, Рунета, в трейдинге не только смотрели ЛЧИ итоги, но даже вот по итогам. Последние 3-4 недели. Если вы построите итог ЛЧИ, на самом деле, это запаздывающий индикатор. ЛЧИ там 8-го, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, но он отличается. Кстати, между прочим, это очень хорошая тема для начала новой 10-минутки. Дорогие друзья, у нас короткий перерыв на новости, потом, ну, Александр Александрович Бутманов, управляющий партнер Dream Team Investments, как раз и расскажет, что это, вот, по ЛЧИ, я уверен, что ты следил внимательно. Дорогие друзья, еще раз добрый вечер. У нас в гостях Александр Бутманов, управляющий партнер Dream Team Investments. Ну, прошло 10-минутки не успели, ты начал разговаривать о ЛЧИ. Но, тем не менее, показательный момент. Те топ-10, вот как знаменитый персонаж тоже, Феникс, большому привет, в узких кругах известный. Александр. Александр, да. Он посмотрел, ну, средний заработок участника ЛЧИ в топ-10, там, тире топ-50, не вычитая расходы на структуру, комиссию и все остальное, это средний заработок 30-40 тысяч рублей в месяц. Это топ-10. То есть, вот те же самые лучшие, на кого можно смотреть, тот же там робот-аспирант, тот же робот-фишмана. Ну, очень многие роботы под конец подздали, что на самом деле было видно, что они все были, как бы, накручены на успехи и все хотели выжить как можно больше. И под конец, на самом деле, я видел, что очень много роботов просто съехали с катушек. Съехали, ну, на этом, как бы, кто-то зарабатывает обязательно. Многое происходит, вот если вы торгуете, смотрите сами, друзья, там спайки происходят после открытия вечерки, пытаются сходить за стопами. А вообще, в принципе, в трейдерском сообществе появилась гипотеза, что в декабре, в ноябре, ну, кто-то явно пытается попробовать свои силы в роли пресловутого кукловода, в которого лично я... Анти-Алго? Да, в которого лично я не верю, но признаки... Что-то такое анти-Алго? Да, 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 даже есть байки, что якобы команда из Ренессанса или из каких-то других инвестбанков написала нечто похожее, типа Охотника, но... Такие умные? Ну, уж не знаю. Я тебе просто скажу, ну, видишь, насколько я знаю конкретно, у меня работал парень когда-то, программист, он в свое время работал в Лимон Брадерс. Такие программы писали с 2002-2003 год, они были очень модные, очень распространены, как раз действительно, которые... Ну, тогда только Алго зарождался, да, тогда не было там... Я помню, мы первого робота написали... Ну, это был совсем простенький, Нарассел в 2003 году у нас был, один самый умный из нас. Он как бы дал нам идею, мы идею обработали, ручками посмотрели, ну, это в 2003 год, и после этого... Ну, он на самом деле, робот был очень хороший, давал очень высокий доход. Вот, и сможет он по сегодняшний день как-то... Может быть, и работает. И работает, потому что он был очень простой, простой и трендовый, если он пробивал там какую-то величину, но у нас работал парень, потом он стал трейдером и сам стал писать свою собственную программу. Вот он рассказывал, на самом деле, что в Лимон-Барадо в свое время и Голлман Саакса... Ну, охотники писались, да, да, но просто не верят, что русский маленький рынок привлек такое внимание, что кто-то хочет там... Ну, как маленький, Саш, РТС в десятке самых крупных рынков по объему. Я вам честно скажу, Александр Михайлович, там, два года назад, когда падали объемы на Америке, на это смотрел сквозь пальцы так, типа, ну, ладно, они вернутся. А когда сейчас начали падать... Они не вернутся. А когда сейчас начали падать и у нас, я как-то не очень... Самое обидное, что-то, что они не вернулись. Ну, может быть, население начнет торговать, может, Китай пресловутый нас вытянет, я не знаю, посмотрим. Ну, вот реально интересно, что происходит, правда. У нас, кстати, вот мы с тобой то, что говорили, у нас есть у меня студент взрослый, Виктор Валентинович. Он как раз стихотворение такое смешное придумал на Новый год, да, так как меня, в принципе, предупредили, все читать нельзя, я попытаюсь уложиться в минуточку. Кормящим брокерам задаром, что пожелать на Новый год. Это, наверное, мы с тобой и все остальные. Чтоб хай не жалил острым жалом, без тренда тек в карманы мед. А стоп, как верный пес на сене, пусть депозит истережет. При тренде нежеланной смене, перед ним мосты, пусть стоп сожжет. Еще, друзья, я вам пожелаю, пока доступен Новый год, Чтоб выход целился по хаю, когда полов был заход. Чтоб брокер жил с моржи на сдачу, взгляд не косил на депозит. Судьба, чтоб нам несла удачу, ему ж по тем местам транзит. Нам, как одежка по погоде, пусть Вашингтонский хапком, Коварный по своей природе, наш не третирует Газпром. Косить глаза на два экрана, пусть СНП он не с руки. У двух ворот поставь баран, он ведь засохнет от тоски. Пусть результаты будут в сделках. Для нас не задом наперед. Как в старину на посиделках, в охотку не наоборот. Звободневник. Еще торгует товарищ. Да, 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 он начал торговать, поэтому... Кто у нас есть на связи, кто-то? Сейчас мы будем дозваниваться. Следующий гость, дай бог, мы дозвонимся до Александра Горчакова. На самом деле будет очень интересно все-таки послушать, что там математики наделали. Горчаков очень интересная личность. Он, с одной стороны, по-моему, использует довольно архаичные именно технологии, но его внутренняя нейросетка позволяет ему на дистанции быть большим молодцом. Ну, многие уважают, господи. Найдите человека, кто может сказать что-то прямо очень плохое о Горчакове, я таких не знаю. Нет, ну, на самом деле человек с очень хорошей позитивной энергией, да? У нас даже с ним одни и те же инициалы. Александр! Да, я вас слушаю. Здравствуйте, у вас Саша Герчик и Саша Бутманов. Вас, ваши покорные слуги и друзья, вас приветствуют на нашей передаче. Вы у нас в этом году были. У нас такая как бы итоговая передача, что год грядущий нам не приготовил, а год укодящий все-таки, что он нам дал. Как, поздравляем в первую очередь вас с наступающим. С наступающим вас, Александр. Да, здоровья в первую очередь, вам, семье, благополучия, любви. Все-таки расскажите, как вот для вас 2012 год был. Спасибо большое за это предложение. Я тоже вас приветствую, тоже поздравляю, прежде всего, с праздником наступающим. Ну, 2012 год был тяжелый в плане низкой волатильности. Я надеюсь, что она уйдет, прошлое, и будущий год будет гораздо больше, имеет сильных движений, которые позволят заработать на этом рынке всем, кто на нем кладет свою душу и вкладывает свою душу в этот рынок. Ну, я знаю, что вы на самом деле очень любите рынок. Это видно по вам и по вашему выступлению. А почему и куда, как вы думаете, ушли объемы? Притом, кстати, это произошло очень резко. Очень резко. Ну, во-первых, объемы ушли сначала с фьючерс на индекс РТС, где они, в общем-то, не снизились. А вот снизились они на споте, на нашем рынке акций. Ушли куда? Ушли в Америку, потому что Америка росла. Так, а в Америке вообще в последнее время и объемов-то нету тоже. Мы росли первый раз вот этот сильный рост, с 1300 до 1450. Мы практически вообще без объемов сходили вверх. Вот что и... Ну, это вы говорите о последнем росте. А сколько было до этого, как рынок сходил на 1460-1300 там по... То есть вы все-таки думаете, что деньги ушли на зарубежные рынки? Я думаю, что деньги ушли на развитые рынки. Конкретно в Соединенных Штатах Америки, в Германию, в меньшей степени в Великобританию. Александр, я вот слушал, если позвольте, вмешаюсь в ваше интервью и смотрел внимательно. Я знаю, что у вас достаточно большие, в принципе, относительно русского рынка спотовые алгоритмы на спот-рынках. И не только. Реально ведь, я просто по себе говорю, тяжело стало. Чувствуешь себя слишком... Эффект наблюдателя, получается, что влияешь на рынок. Вот как вы с этим реально решаете за последние полгода, год? Это же прям проблема. Я влияю. Не, не вы конкретно. Проблемы влияния на рынок я не испытываю никакой. Я, собственно говоря, в тех объемах, которые работаю, вполне вкладываюсь в сегодняшний ликвид. Потрясающе. Потому что ликвидность более чем достаточна. Вы имеете в виду на фьючерс, фьючерс на индекс РТС? Я имею в виду фьючерс на индекс РТС, Газпром, Сбербанк. Никаких проблем, скажем так, даже сегодня торговать там несколькими сотнями миллионов рублей. Если вы торгуете позиционно, а не скопируете там по 10 копеек, если вы торгуете позиционно, то если вас 10 копеек не волнует, то даже сегодняшние объемы вполне позволяют... Ну, у вас просто частотность у вас просто такая, да, не очень высокая? Ну, несколько дней, несколько дней. Вот до такой частоты, в принципе, ликвидности пока достаточно. Ну, понятно, понятно. Вот, поэтому нет, влияния никакого я не испытываю на рынок. Но мне грустно от того, что движения нет. Ты вошел... Тогда вопрос, вы в самом начале звонка сказали, что вы надеетесь. Я тоже на самом деле, и я, и Александр Александрович, мы все на самом деле надеемся, что придет ликвидность, а, естественно, с ликвидностью и придет волатильность. Но как вы думаете, почему она придет и откуда она может прийти? Ну, Александр, она может прийти только из одного. Из того, что денег, напечатанных в этом году на западных рынках, достаточно много. Они, когда освоятся на западных рынках, да, девать их будет некуда, они куда-то пойдут в сторону. Ну, а что иностранцам, например, у нас делать? Пока что, как бы, мы не выглядим супер привлекательно. Супер привлекательно, на самом деле, Россия не выглядит. Ну, что считать супер привлекательностью? Если брать относительно там уровней 2009 года, то Россия сильно не выросла. Сильно не выросла, причем не выросли ликвидные фишки. То есть, в частности, тот же «Газпром». И если... Возьмите «Газпром» в соотношении, так сказать, даже по фундаментальным показателям. «П на Е» «Газпрома» меньше трех. «Газпром» дешевый. Меньше трех. Да, очень дешевая бумага. Если куда-то вопрос станет покупать дешевизм по всему миру, ну, на это будут деньги. То есть, до сих пор денег не было, поскольку никто не хотел эти вристи. Как только поэт желаний эти вристи, будут искать дешевизм. Вот он первый пример дешевизма. «Газпром». А вот просто интересно, если бы вы верили в Деда Мороза, что бы вы попросили на Новый год? Если бы я верил, я уже сказал, что я попросил. На Новый год, вернее, не на Новый год, а в течение следующего года. Я прошу движения на рынок. Движения, объемы, волатильность – это все здорово. Да, если как для себя. Но я вообще хотел бы пожелать, конечно, здоровья, чтобы всем, кто работает на рынке, тратить свои нервы, здоровье, чтобы это здоровье восстанавливалось, компенсировалось и приносило больших забот. Потому что все остальное, как говорят, мы сможем купить. Дорогие друзья, Александр Горчаков, вам огромное спасибо, Саша. На самом деле, в уходящем году вам здоровья, в новом году еще больше здоровья, побольше волатильности. Мы будем сейчас записочки писать новому году, поэтому, вернее, Деду Морозу, да, поэтому мы напишем обязательно, что лично вы, и Александр Александрович Бутманов, и я тоже, мы все просим у Дедушки Мороза волатильности. Притом, посмотрите, мы, в принципе, ничего не просим. Мы просим просто, так сказать, не помочь нам заработать деньги, а просто дать возможность, возможность, чтобы мы могли заработать деньги. Поэтому, на самом деле, вы хорошо себя вели в этом году, и на самом деле мы пожелаем, чтобы у вас 2013 год был как минимум лучше, чем 2012. Спасибо за пожелание, я тоже желаю вам счастья, здоровья в новом году, это самое главное. Всего доброго и, да, огромного благополучия. У нас в гостях Александр Горчагов был, управляющий активами компании ИК Форум. Ну, в принципе, как бы он звучал нормально. Не, ну, просто интервал несколько дней, это круто. Может быть, мы с ребятами еще недостаточно внимательно посмотрели на это. Свинк, да. Свинк. Свинк, да, свинг-трейзинг. И, кстати, вот новая мода, я пока слушал господина Горчакова, стали, знаете, появляться вот касательно новых фондов, вот там и того же Тимофея, и там Андрея, вот АСФ, который. Многие ручные команды стали появляться. То есть вот этот рынок, слабый для системных, вот именно четких моделей, он порождает уверенность людей, что они смогут на этом рынке его почувствовать. Может, всегда, когда рынок стоит в диапазоне, человек там что-то увидел, немножечко там нажухлил, немножечко там купил, здесь продал, немножко стоп подтянул. Неформальные такие вещи, они очень хорошо... Которые робот не может делать. Да, и они очень хорошо работают. То есть, ну, условно говоря, и вы, и я, вы видите кучу вещей, и в этом году они неплохо работают. Единственное, что мы не можем себе позволить ставить на это все деньги, потому что это безумие. Я просто, ты правильно сказал, заметил одну очень интересную вещь, что очень тяжело так быстро трансформироваться. Знаешь, когда у тебя, в принципе, ты уже не первый день в бизнесе, и тоже там не мальчик, и когда у тебя что-то уже работает, как-то работает, очень тяжело взять из-за того, что был там один плохой или два плохих квартала, взять и трансформироваться, обратно убежать там в ручную торговлю. Можно же попасть еще в контрцикл, как только ты это сделаешь. Я же знаю, ты руками торговал первое время, как только начинал. Да, я ушел из ручного торговли не потому, что у меня от этого что-то не получилось, а просто потому, что мы решили, я решил эволюционировать. Да, и поэтому я с тобой очень согласен тут, я думаю, что все равно надо продолжать, это как у любого робота, всегда есть цикл, есть up and down, и когда он down, это наоборот, надо, я думаю, больше ставок на него ставить, чем когда он, например, в самой верхней своей точке. Поэтому я думаю, что это абсолютно нормальное явление. Ну, не, ну, как бы money management, да, может здесь усилить. Ну, приятно было слышать вот у Горчакова, что вот у него все-таки большие фреймы еще имеют ликвидность. Интересно посмотреть через год, как вот эти ручные команды, которые сейчас приходят. Ну, Горчаков же не ручной трейдинг. Ну, Горчаков не ручной, в принципе, в разрезе вот интересно смотреть, сравнить будет, как в следующем году будет на большой волатильности, потому что нервы-то сдают, если рынок сильно, быстро, резко идет, что нам и нужно, как системщикам. А если ты в ручной трейдинге и позиция идет против тебя, то нужно иметь большую силу воли. А это имеют далеко не все. Дорогие друзья, у нас итоговая передача, как сказал бы Леонид Ильич Брежнев, так сказать, и господин Ельцин, так сказать, у нас итоговая передача. Мы, так сказать, подводим итоги, так сказать, чтобы узнать все-таки, так сказать, что все-таки, так сказать, было в этом году. Дорогие друзья, у нас короткий перерыв на новости. После этого мы посмотрим, попробуем выловить тех, кто у нас был в 2012 году. Дорогие друзья, итоговая передача «Охота на Герчика». И мы с Александром Александровичем Бутмановым все-таки пытаемся разложить 2012 год, посмотреть, что было, как было. Видите, огромное количество мнений. У кого-то чуть-чуть лучше, у кого-то чуть-чуть хуже, у кого-то не очень хорошо, у кого-то очень хорошо. Но так устроена жизнь, нельзя каждый год зарабатывать деньги. И у любых, даже очень крупных игроков всегда есть тяжелые ситуации. Поэтому сегодняшняя передача. Мы попытаемся пригласить еще нескольких людей, которые у нас были в этом году, чтобы они рассказали, как для них закончился год, или как начинается новый 2013. Вот сейчас мы, дай бог... А, дозвонились, да? Да, Андрей, здравствуй. Тут я с Александром Бутмановым. Здравствуй, Андрей. Да, добрый вечер, привет, Саша. Да, у нас в гостях сейчас в прямом эфире Андрей Степанов, АСФ Трейдер. Андрюш, ну вот мы с тобой были на передаче где-то полгода назад, у тебя тогда было все хорошо. Все так же осталось хорошо, стало лучше или чуть-чуть на север? Ну как, президент нас отвечает, не дождетесь, все отлично. Не, ну мы, ты же знаешь, у нас у каждого свой кусок хлеба, кому-то завидовать, это себе челюсть откусить. Не, мы наоборот ищем. Не то, что ищем, прям интересно. Хотелось бы, я вот с Александром Михайловичем упомянули тебя в СУИ, и хотелось бы увидеть и услышать о тех ребятах, кто вот на этом таком очень низкорейнжевом году смог прям много успеть и многое сделать. Вот год на самом деле хороший, он, да, безусловно, был тяжелый для тех, кто торгует какие-то сильные импульсы по 3-5-7 процентов, то есть вот очень многие сожалеют о том, что рынок перестал быть там очень сильно волатильным, но с другой стороны и риски очень сильно снизились. Поэтому, на мой взгляд, если человек мог зарабатывать и на вот сильно волатильном рынке, то и на таком, который мы наблюдали вот в этот раз, в этом году, тоже можно было делать деньги, просто снижались риски, можно было где-то даже чуть большим сайзом работать. И надо было просто понять, что мы находимся в каком-то быковике, отрабатывать, возможно, контртрендовые стратегии, нетрендовые. Те, кто смогли адаптироваться, ну, как обычно, молодцы. Те, кто нет, им, конечно, было сложно. То есть ты смог адаптироваться? Да, ну, как бы мы, в общем, достаточно быстро сообразили, что тренд бесполезно торговать в этом году, и в основном как раз вот занимались контртрендовой торговлей, что по определению привело к достаточно неплохим результатам. То есть мы там рынок обогнали, абсолютно доходность неплохую показали. Ну, рынок почти в нуле, там, его обогнать, это в этом году не так уж сложно, а то, что абсолютно доходность крутая, это здорово. Я там наблюдал за твоим в сети, везде за твоими движениями. Там действительно каких-то роботов адаптировали. Как вот на этой теме у вас? Не секрет, конечно. Интересно было, но сразу скажу, что, конечно, то, что вот работало пока шаг цены, там, например, федеральный контракт на РТС, был пять пунктов. Там, конечно, было поинтереснее, потому что они гораздо четче входили-выходили, меньше скользили. Сейчас чуть-чуть хуже, и вот алго-стратегии, связанные с какой-то торговлей такой вот, ну, ХФТ стали работать. Но, с другой стороны, зато плотность стакана улучшилась. Ну, вот по основным контейнам, где мы работаем вручную, там нам стало легче, потому что мы можем быстрее открываться, закрываться, с меньшим профкальзованием. То есть ручной трейдинг, в принципе, в этом году в порядке себя чувствовал. Ну, круто. То, что биржа сделала по изменению шага цены, для, конечно, ХФТ-трейдеров стало похоже, но вот для тех, кому нужен какой-то там, ну, не скажу, что прям значительный сайт, да, но, по крайней мере, там тысяча, две-три тысячи контрактов гораздо легче стало и войти, и выйти. Ну, то, что ты, то, что Саша и говорил, на самом деле. То есть бывают годы, когда лучше работают алгоритмы, а бывают годы, когда лучше работает ручная торговля. Ну, не без этого, не без этого. Андрей, я знаю, я видел, читал, там ты писал, что ты спред, интересовался войти в WTI-бренд, там вот эти вещи. Как в этом году сработали вообще они, если не секрет тоже? Интересно, правда? Ну, там не так интересно, как это было в прошлые годы, потому что в этом году этот спред там не так сильно схлопывался, но что-то там удалось утащить. Но сейчас пока эта идея не так актуальна она была, то есть пока там все сложно. Ну да, там он в канал вошел, там этот спред из-за фундаментальных причин. Да, то есть его можно работать там от верхней к нижней границе, но если раньше он там мог схлопнуться, там, не знаю, с 22 долларов где-то до 14, до 12, то сейчас там доллары 3-4-5 можно на этом забирать, но очень аккуратно, потому что могут в какой-то момент, конечно, нужно загнать этот спред еще выше. Да, 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 могут. У меня, в принципе, я белой завистью позавидовал немножко, у меня, блин, это больше нет комментариев. Ну, это передача для радиослушателей, чтобы они слышали, что разные люди на разном рынке, кто-то зарабатывает, кто-то зарабатывает больше, кто-то зарабатывает меньше. Андрюш, ну, тебе в первую очередь, если у тебя этот год был хороший, мы тебе как минимум желаем в новом 2013 году не хуже. В первую очередь. Спасибо. Второе, второе чуть-чуть получше, и, естественно, ну, как бы здоровья тебе тоже пожелаем, но ты очень молодой, ты самый молодой среди нас, пожалуй, поэтому все равно тебе желаем тоже кавказского долголетия, и чтобы твоя любовь к рынку, она не угасала. Спасибо, спасибо большое, очень приятно, вам тоже всяческих успехов. А что бы ты хотел у Дедушки Мороза попросить в этом году? Купил Газпром тут в районе 140 рублей, и очень хочу у Дедушки Мороза попросить, чтобы он в первом квартале куда-нибудь на 170 уехал. Вот тут очень молодой. Ну, Андрюш, ну а что, 160 тебя не устроит? Ну, 160 тоже устроит, там дивидендов еще и беседе нам. Так что суммарно, я думаю, что неплохо будет. Ну, дорогой Дедушка Мороз, Андрей Степанов просит тебя Газпром по 160. Я думаю, что для такого серьезного чудака, как Дед Мороз, это вообще просто расплюнуть. Ну, я тоже думаю, что должен поспособствовать. Андрюш, тебе огромное спасибо. Мы обязательно в новом году опять тебя увидим. Тебе тоже удачи в работе, любви, благополучия и здоровья. Спасибо. Всех наступающим, всем удачного года и чтобы у всех было хорошее настроение, независимо от волатильности рынка. Огромное тебе спасибо. Дорогие друзья, у нас Андрей Степанов, никнейм в среде трейдеров, ASF Trader, который рассказал, что все в этом году было хорошо. То, что, в принципе, твоя гипотеза и подтвердилась, что те, кто торговал руками в этом году... А не на рассетках-то быстрее настраивается в голове? Ну, конечно, робота гораздо подстроить тяжелее. В голове это быстренько. Поэтому молодец, Андрей и его команда. Ну, что говорить, 2012 год, ну, видишь, все ждут объемов, все ждут, что все-таки 2013 год. Вот такой вопрос, мне вот его задавали. На самом деле, честно тебе скажу, я в затруднении ответить на этот вопрос, как ни странно. Вопрос такого содержания. 8 января. Открытие российской биржи после праздников. Вот что лично ты ожидаешь? Лично я, я ожидаю, что практически ничего не произойдет. То есть флэт? Да, я ожидаю флэт. Ну, то есть для меня флэт 8 января это плюс-минус 2% это флэт. То есть если мы будем 147, 147 по РТС или 1550, там плюс-минус 2% это флэт. То есть, а как ты вот, например, на Америку смотришь? Вы знаете, я... Я, в принципе, вчера вот, ты понимаешь, я просто смотрю на рынок, да, я смотрю, например, для начала, перед тем, как там глобально его оценивать, я смотрю изначально простенькие вещи. Я вот смотрю, Тому легко, вернее, тяжело так вытягиваем, чтобы закрыть высший уровень, а на следующий день просто легко отдаем для того, чтобы быть ниже уровня. Как ты вот, в принципе, ты согласен, что мы будем смотреть по Америке, как закроется Америка? Нет, естественно, это однозначно, мы будем смотреть за поводырями. Вообще, Оксана Михайловича очень сложный вопрос. Я сам по себе, то есть до того, как еще на телевидении, на всех каналах, где вы сейчас регулярно бываете, на радио стал пропагандироваться термин «рефляция», я буквально там после встречи с Медведевым два года назад, он там собрал людей, говорит, вы знаете, все будет хорошо. Я как раз-таки тогда анализировал очень глубоко инфляцию и ее структуру. Я понял, что государство и правительство мира сделал все, чтобы не допустить Великой депрессии. И тогда я стал сторонником «булл-маркет». «Булл-маркет», что долго будет шерифляция доходности, как сказал Горчаков, действительно убьет, и все начнут расти. Поэтому здесь как сторонник глобального инфляционного роста именно в цифрах. Ну, понятно. То, что он будет там ненастоящий с поправкой на инфляцию, это вопрос другой. Типсы не вырастут, окей, вырастет СНП или РТС. Это да. Взрослые стороны абсолютно правы. Это непонятно. То есть слишком все красиво. «Эппл» на поддержке. «Голл-мансакс» вроде как с «Банк оф Америка» пробивает свои максимумы. Это мои любимые поводыри. Я на них всегда лично смотрю. И вы знаете, такое ощущение, что по закону жанра что-то должно быть еще очень веселое. То есть я действительно жду сюрприза от политиков американских. Я жду сюрприза, опять же, с другой стороны, для русского рынка. Бензин в США, вы прекрасно знаете, дешевый. Он за последние полтора года стал дешевле сильно. То есть он стоит там сколько сейчас? 3? Да, 3,90 за колонн средняя цена. А там до пяти доходил почти. В России самое интересное, падение цены на нефть, рост цены на нефть. У нас всегда цена на заправках каждый год поднимается. Ну просто до мирового пытаются выровнять, до Европы. Вот с точки зрения энергоносителей. С точки зрения абсолютно абсурда, ни в одной стране мира никогда то, что действительно добывается в стране, не стоит таких денег. Так это же арбитраж, Александр Михайлович. Это же арбитраж. Если вы можете закупить нефть в России, отправить ее в Польшу или там куда-то еще, вы это будете делать до тех пор. Можно продавать же, да? Да. Продавать дешево в своей стране. Очень сложно бороться с рыночными силами. Нерогоносители будут дорожать, скорее всего. Инфляция будет. А с другой стороны, я с вами абсолютно согласен, что какой-то сюрприз. А золото, серебро? Вот, понятия не имею. Мне кажется, они стали терять. Да? Они не хеджируемые инструменты больше, я думаю, что как бы на них сильно не смотрят. Я не вижу. Вот, и я, честно говоря, про Штаты. У нас есть коллеги тоже, которые работают. Мы с ним периодически общаемся. Там тоже хищники друг друга начинают поедать. Там алгофондам очень тяжело, очень тяжело. Многие пытаются для себя открыть Китай. Многие пытаются, может быть, прийти в Германию, вроде как там. Не так много на самом деле рынков, на которых можно зайти с объемами. Вот, и там прям тяжело. То есть там на акциях, на Apple. Бывает, вот смотрите, такой показатель, не общеизвестный. Например, бывает до 50 тысяч заявок на одну сделку. То есть на алгофондах? Нет, в акциях. Вот, например, в Apple бывают моменты, когда 50 тысяч заявок биржа получила, а сделала только одну сделку. Это очень странно. Дорогие друзья, в принципе, мы будем заканчивать на позитивной ноте. Ну, это рынок. Попытались в этой передаче, на самом деле, рассказать вам правду, как был уходящий год для многих людей. Для кого-то был хороший, для кого-то был очень хорошим, для кого-то был тяжелым, для кого-то был чуть-чуть полегче. И я скажу от себя, потом скажет Александр Александрович. Я хочу всех поздравить с Новым годом. Огромное спасибо, что слушали нашу передачу. Я понимаю, кому-то что-то где-то нравилось, кому-то где-то что-то не нравилось. Поэтому пишите письма нам. Мы будем реагировать на сигнал, как любили говорить в Советском Союзе. Ну, сейчас передам слово Александру Александровичу. Алексей Михайлович, спасибо большое. Желаю всем радиослушателям и вам, Алексей Михайлович, хорошего года. Желаю здоровья и позитива в глазах. Все остальное придет, а деньги, каким образом, это вопрос технический. И времени. Да. Дорогие друзья, с вами был Александр Герчик и Александр Бутманов. Всем нового 2013 года. Зайдем с новым здоровьем, с новыми силами, с новой волатильностью и с новыми объемами и со старой программой.